Привет у вас! Ну, начать свой ответ я бы хотел с того, что поясню вам немножечко некоторые моменты, связанные с тем, что оказывают ваши вопросы. Значит, по вашим вопросам я делаю вывод, что вы относитесь к человеку, любимому человеку с позиции вот такой, знаете, потребительской. То есть вы подозреваете, вы не доверяете, вы боитесь, вы нервничаете, вы думаете о себе, о том, что вот как-то так вам могут изменить и так далее. То есть по большому счету получается так, что вы свою энергию направляете не на человека, любимого, а на себя. И вот это, пожалуй, является самым главным моментом, который я хотел бы вам пояснить. Дело в том, что именно тот факт, именно тот факт, что вы ориентируетесь на себя в отношениях с человеком, а не на другого, да, не на любимого, а именно на себя, вот именно по этой причине у вас все проблемы, которые вот вы обозначаете. Почему? Дело в том, что если бы, если бы вы думали о человеке любимом и не думали или меньше думали о себе, то вас бы просто не волновало бы то, что он вам может изменить. Изменить. Потому что измена – это всегда результат определенных проблем. Измена – это всегда определенные трудности в отношениях. Измена – это всегда определенные проявления неудовлетворенности в человеке. И вместе с тем, измена – это всегда показатель того, что человек, например, вами, ну, скажем, не дорожит. И, казалось бы, если человек вами не дорожит, то зачем с ним тогда быть в отношениях? Зачем с ним тогда встречаться? Да? И так далее, казалось бы. То есть вот вы постараетесь об этих аспектах подумать сами для себя. Потому что получается так, вот по вашему тексту, то вы боитесь того, что вам изменит ваш любимый человек, и боясь измены вы вместо того, чтобы осознавать причины измены, да, причины того, что вот можно человеку не доверять или что-то еще, вы вместо этого фактически пытаетесь пресечь возможность этого, возможность измены. Но правда заключается в том, что если человек хочет изменить, он изменит, в любом случае. И вы его от этого не остановите. Вы его от этого не, как бы, не отговорите и не удержите. Потому что если у человека есть неудовлетворенность, то он, так или иначе, эту неудовлетворенность будет реализовываться. И вот об этом вам нужно в первую очередь подумать, что для снижения вероятности того, что вам могут изменить, для доверительных отношений нужно, чтобы ваш любимый человек был удовлетворен. А для этого нужно думать о нем. А для этого необходимо любить человека так, чтобы у него и в мыслях не возникло вам изменять. Ну а для этого, для этого в свою очередь необходимо, чтобы вы как раз таки больше думали о нем, а не о себе. Как вы делаете это сейчас? Чтобы думать о человеке больше, да? Как ни парадоксально это звучит, нужно, чтобы вы были более уверены в себе. Потому что только уверенный в себе человек способен думать о другом. Только уверенный в себе и, в общем-то, не боящийся человек. Вы же пребываете, во-первых, в страхе, что вам изменят. И, во-вторых, вы явно считаете, что вам, вообще-то говоря, можно изменить. Вам могут изменить. То есть вы, получается, в себе не уверены и вы боитесь того, что вот с вами такая ситуация произойдет. Ну и, соответственно, нанекает вопрос. Чего вы боитесь? Понятно, понятно. Вы скажете, измены. Но в действительности нет. Не измены. Вы боитесь не измены, а того, что за ней идет. То есть вы боитесь того, что следует за изменой. Тех ощущений, которые следуют за изменой. Тех мыслей о себе, которые появятся у вас в результате измены. То есть вы, по сути, о себе будете хуже думать. Именно из-за того, что вот вам изменили. И вот здесь возникает вопрос. А почему вы будете хуже думать о себе? Из-за того, что сделал другой человек. Ну, в частности, вот ваш любимый человек, да. Казалось бы, он, ну, может поступить так, как хочет. И почему обязательно вы должны думать именно о себе хуже? Ответ на этот вопрос можно дать следующий. Вы будете думать о себе хуже, потому что через этого человека вы реализуете что-то свое, личное. То есть для вас этот человек имеет именно личное значение. И именно потому, что он для вас имеет личное отношение, вы и будете думать о себе хуже из-за того как раз, что он, например, вам там изменит, например, например, например. Ну или как-то обманет или что-то еще. То есть вариантов здесь может быть много. Понимаете? Лично это заинтересованность. То есть вам этот человек для чего-то нужен. Через него, возможно, вы стараетесь преодолеть свой страх. Через него, возможно, вы стараетесь быть более уверены в себе. Через него, вероятно, вы пытаетесь что-то доказать кому-то. И так далее. И вот это все необходимо исключить. Потому что любимый человек, личное отношение – это не то, в чем можно доказывать что-то свое личностное. То есть, перво-наперво, речь идет о значении для вас, любимого человека. Оно у вас явно завышенное, оно у вас явно чрезмерное. И отсюда, как результат, как следствие, можно говорить о том, что вы испытываете сверхмотивацию. Сверхмотивацию, значит, сверхмотивацию на то, чтобы быть с этим человеком. И сверхмотивация мешает вам вести себя, ну, правильным образом. Характерным образом, типовым образом. Типовым, значит, таким, какое требует для себя данная задача. Репродуктивная задача. А это именно репродуктивная задача – быть для любимого человека, ну, скажем, единственным, да, и так далее. Вот. Данный аспект мы с вами разобрали. Сверхмотивация – значение заинтересованность. Мотивацию нужно снижать. Цель и задачи нужно разграничивать. То есть, что-то для вас нужно выполнять самостоятельно. Что-то для любимого человека нужно выполнять также, но разграничивать вот эти вот два аспекта. Далее. Вы говорите о том же, что, значит, накручиваете себя и так далее. Значит, во-первых, вы не уверены в себе, как мы уже сказали, и вы боитесь тоже, как мы уже сказали. Значит, а если мы говорим о страхе, то в первую очередь я уже вам сказал об этом. Подумайте, чего именно вы боитесь? Каких именно аспектов вы боитесь? В чем вы будете, например, думать хуже о себе? Ну, допустим, это первое. То есть, понять, чего именно вы боитесь. Вы не боитесь измены, как таковой. Вы боитесь, как я уже сказал, того, что за ней следует. Это немножко разные вещи. Вот. Это первое. Второе. Значит, так ли для вас страшно то, чего вы боитесь? То есть, насколько это вам вредит и в чем заключается вред. Это средство рационализации страха сейчас я вам предлагаю. Предлагаю. Вот. Чтобы вы адекватно оценивали вред и негативные последствия того, чего вы боитесь. Значит. И далее. Далее можно говорить о том, чтобы вы использовали воображение для того, чтобы представить себе, представьте себе ситуацию, когда вот то, чего вы боитесь, да, происходит. То есть, все-таки это произошло. Значит. Подумайте, что вы будете делать в этой ситуации. Вот помимо, помимо того, что я уже сказал вам, помимо этого подумайте, что вы будете делать в этой ситуации. Как вы будете себя вести, какие будут ваши действия, поступки и так далее. То есть, представьте себе, что эта ситуация уже сменшилась. И промыть себя в план того, как вы будете себя вести при наступлении этих последствий. То есть, вот такие вот три подхода к даже не подавлению, а скорее уживанию со страстом. Правда, страст не нужно, потому что это вполне себе естественная реакция и естественное проявление инстинкта. Вот. Теперь, если мы говорим о неуверенности в себе. Если мы говорим о неуверенности в себе. Вообще, неуверенность в себе, это и то, что вы себя накручиваете, проявляется в том, что вы себя накручиваете. И в том, что вы не можете доверять человеку. Вот, давайте подумаем. В чем и почему вы в себе сомневаетесь? И, собственно говоря, что заставило вас в себе сомневаться? Откуда у вас появились вот эти вот основания для сомнений в себе? Откуда они появились? Чем они вызваны? Кто сформировал у вас такие представления о себе? И так далее. Это однозначно комплексы. И комплексы, помимо того, что это как бы перенос восприятия обществом человека на самого человека. То есть, человек принимает то, как его воспринимают другие, а не то, как он воспринимает сам себя. Помимо этого, комплексы это еще и невыразенные переживания. И, что куда точнее, это неверные понятия. Неверные понятия относительно каких-либо аспектов. Аспекты могут быть самые разные. В частности, например, это могут быть и аспекты детско-ротических отношений. Ну, на самом деле, может быть все, что угодно. То есть, это еще нужно разбирать. Нужно разбирать, что именно вызвало у вас такие вот неправильные представления о том, что вы представляете из себя для, скажем, человека, и что для вас человек представляет. С этим нужно разбираться. Ну, а вот пока, я думаю, вам стоит самому подумать вот на эти темы. Это очень важный аспект. Значит, далее, даже, необходимо вам принимать себя таким, какой вы есть. Вы себя пока не принимаете. Вы пытаетесь за счет другого человека как-то вот себя, значит, даже не принять, а обмануть. Вы пытаетесь себя обмануть, но это неправильно. Точнее, это ведет к тому, что вы просто будете ревновать, ревновать, ревновать дальше, и в итоге человеку это надоест, и он просто возрос. И случится в итоге то, чего вы боитесь. Поэтому то, в чем вы в себе не уверены, необходимо разбирать и четко понимать, в чем именно, то есть какие качества вы в себе не принимаете и почему. В чем вы в себе сомневаетесь и почему, опять же, почему и так далее. То есть, вот эти все аспекты нужно разбирать. И когда вы увидите данные качества, которые заставляют вас сомневаться в себе, вы сможете представить перед собой определенные задачи и, выполняя эти задачи, достигать целей, которые позволят вам менять представление о себе. И тем самым становиться более уверенным в себе мужчиной, человеком и партнером в отношениях. Далее, вы говорите про такую важную, представляющую человеческих отношений, как доверие. Вот, в чем можно доверять человеку? В чем и как можно доверять человеку? Так, чтобы это не вредило, например, ну, допустим, не вредило вам. Допустим, не вредило другим. Да, допустим, допустим. Чтобы это не несло какого-то негатива именно вам. Если мы говорим о доверии человеку, то вам здесь просто не нужно во всем на него полагаться. Чтобы доверять человеку, не нужно возлагать на него ответственность за себя. И на самом деле, по сути все, вы не можете доверять человеку. Почему? Потому что вы понимаете, вы именно понимаете, что полностью довериться ему. Ну, то есть, принести ответственность за себя на него вы не сможете. И по этой причине, по этой причине, вы не доверяете ему. Но в действительности правда заключается в том, что никто не может нести ответственность за вас. Никто и не должен нести ответственность за вас. Люди сами несут на себя ответственность. А уже в процессе отношений с людьми просто взаимодействовать с ними, распределяя их, например, свои виды деятельности, но никогда не перевешивая на партнеров ответственность за самих себя. То есть, вот это то, что вам нужно делать. Не перевешивать ответственность за себя на другого человека. И тогда в доверии не возникнет проблем. Вы всегда будете знать, что вы делаете, как вы делаете, почему вы делаете. И вы всегда будете знать, что все зависит только от вас на самом деле. Не от кого-то, а именно от вас. И все. И тогда доверие перестанет быть проблемой. Для этого, опять же, нужно, чтобы вы были более уверены в себе. Потому что, ведь, желание доверять человеку в вашем случае, и невозможность довериться человеку, опять же, в вашем случае, возникло не просто так. А связано оно именно с тем, что вы за счет другого человека пытаетесь купировать, осознанно или нет, свою неуверенность в себе. И именно поэтому, именно по данной причине, вы и не можете доверять. Потому что вам нужен тот уровень доверия, где, по сути, происходит слияние вас и другого. Отсюда вы и в измене подозреваете человека, и так далее. Потому что вам нужно слияние. А слияние невозможно. И именно для того, что слияние невозможно, вы и испытываете фрустрацию. Вы не достигаете того, чего хотите. Вы не добиваетесь того, что вам нужно. И отсюда возникают проблемы. Поэтому я думаю, что направления, в которых вам нужно двигаться для решения вашей проблемы, я обозначил. Естественно, это работа с психологом. Это работа с детскими родителями, с своими отношениями. И с вами самим эта работа. И все зависит от того, насколько вы хотите работать над собой. То есть, если хотите, то помочь вам можно. И я бы не сказал, что это очень долго. По времени будет происходить. Да, есть определенные установки у вас. Которые нужно будет поменяться. Определенные нужно будет найти в процессе общения с вами. И которые нужно будет поменять. Которые вам не решают. Деструктивная установка. Их нужно будет убрать. Постепенно, конечно. И это станет первым шагом к тому, чтобы вы становились более независимыми в отношениях, а значит и перестали бы бояться, перестали бы подозревать и так далее. Все зависит здесь от вас. Но фронт работы, направления работы именно такие и такие. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи. Подписывайтесь. Спасибо за внимание. Поехали.